Приветствую вас. Давайте разберём наш вопрос. Уже достаточно продолжительное время я нахожусь в каком-то потерянном состоянии. Есть ощущение, что сейчас хуже всего. Но ничего не хочется делать, ничего меня не мотивирует, лично наоборот угнетает. Я не понимаю, в какой сфере мне надо развиваться и что вообще делать. Моя работа не приносит ни удовольствия, ни дохода. Именно поэтому я увозился. От успехов окружающих и их больших зарплат мне становится хуже. Я понимаю, что это зависть и что это ненормально. Я не хочу испытывать эту зависть, мне противно от самого себя. Сфере отношений всё ещё хуже. У меня 20% отношений у меня ещё не было. Все из-за неуверенности от того, что у меня не получается выстроить здоровые отношения. Находив свой ответ, начал курить, погряз в различных зависимостях и перестал указывать за собой. Просто банально бриться. Перестал убираться, готовить себе еду. Всё потому, что у меня нет никакого желания на что-либо. Каждый вечер, находясь в одиночестве, я только делаю стукарю себя за всё и предаюсь каким-то мгновенным удовольствием, чтобы заглушить боль. Чувствуешь, что мне не выбраться из этого и от этого становится страшнее. Я не знаю, какой шаг мне сделать, чтобы преодолеть себя, дисциплинировать, начать жить. Может, может кто-нибудь меня направит. Ну, смотрите, во-первых, да, направить возможно. Это может сделать психолог при регулярной работе в данном случае. Но есть несколько моментов. Во-первых, то, что вы описываете, очень похоже на депрессию. И, соответственно, ваша задача заключается в том, чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение. Если у вас есть депрессия, вам нужно лечение, в том числе медикаментозное, и уже на фоне его заниматься психотерапией. Если же ничего такого нет, то в таком случае все в порядке. Вам нужно действительно заниматься психотерапией. Дальше, вы пишите о том, что у вас потерянное состояние. С чего оно началось, потерянное состояние? Когда оно началось? Как оно началось? Ну, конкретно. Что-то в вашей жизни ведь произошло, что вы почувствовали себя так. Вот. В первую очередь, это нужно выяснить. Дальше, вы пишите о том, что... Ну, не знаете, чем вам заниматься, чувствуете себя потерянным и не знаете, куда вам развиваться. Здесь мы имеем дело, конечно, с требованиями, в первую очередь. То есть, мы имеем, мы имеем здесь дело с тем, что вы от себя, ну, требуете что-то. Вы требуете от себя какого-то развития. То есть, вы не фактически им в нем находитесь. А именно требуете от себя этого развития. И само собой, когда человек от себя этого требует, у него мало что получается. Просто потому, что, извините, как может что-то получиться, если вы, ну, мешаете себе фактически требованиями. Вот. Значит, здесь нужно сделать что? Здесь нужно увидеть то, когда вы начинаете от себя что-то требовать. Вот. Отграничить эти требования от своих потребностей, от своих желаний. Вот. И на этой основе, как минимум, формировать свою систему ценностей. Вот. Ну, то есть, систему приоритетов. Назовем это так. По поводу зависти. Зависть – чувство в целом нормальное. Зависть – это то, что в целом человеку необходимо. Понимаете, да? То есть, зависть – это то, что человеку нужно. Вот, в вашем случае, это то, что вам нужно. Чтобы к чему-то стремиться. Вот. Поэтому то, что вы себя корите за зависть, называя это ненормальным – это еще один демотивационный момент. Фактор, если угодно. Вот. Так же вы себя дефицируете, судя по описанию. То есть, отторгаете самого себя. Понятно, что хорошего в этом мало для вас. Если так подумать, то вообще ничего хорошего в этом нет. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, тем не менее, это все можно подкорректировать. Вот. Дальше. Вы говорите, я не знаю, какой шаг мне сделать, чтобы преодолеть себя, дисциплинировать. А зачем? Ну, то есть, вот, буквально ради чего? Ведь если нет цели, то вам нет стимула себя дисциплинировать, преодолевать и начинать жить. Вы точно так же дисциплинировать и преодолевать себя. И фактическую жизнь дефицируете. То есть, отторгаете. Вот есть это все, а есть я. Это и есть вы. Только не подчиненное ничему. Ни вашим приоритетам, ни вашим мечтам, ни вашим целям. Так быть, может, сначала нужно посмотреть, чего вы вообще хотите и против чего вы боретесь, не отнимая при этом у вас ничего пока что. Да? Главное, это не дисциплина, не преодоление себя. А главное то, как бы, чего вам хочется. Ну, повторюсь, в вашей жизни, очевидно, что-то произошло, с чего началось такое состояние. И очень важно увидеть, что произошло. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь к любому специалисту на нашем сайте. Вы сможете получить помощь. С помощью.